ребят привет ну очень хорошая для вас новость нашелся проект прям очень глобальный конкретный четкий проект который я не знаю по моему он изменит вообще индустрию не только крипто но и цифровую индустрию нашего общества а цифра вообще меняет все общество кардинальным образом причем он не что-то такое новое сильно привносит он просто это новое осуществляет потому что в белой бумаги white paper которая эфириума это уже было как бы объявлено но не реализовано и вот этот проект реализует это технология которая способна реально приблизить наше светлое будущее то будущее о котором я еще написал свои книги сейчас я вам ее покажу вот она эта книга книг который написал 2019 году апгрейдил в двадцать третьем году книга который так называется будущее будет светлым и это будущее которое будет светлым она же само по себе не будет светлым его кто-то приближает его кто-то делает кто-то осуществляет это светлое будущее вот этот проект он как раз из тех которые осуществляет технологически приближение этого светлого будущего это проект долгосрочный это проект на будущее надолго проект на котором можно очень хорошо заработать но это не финансовая рекомендация я просто это вижу что то что мы сейчас можем купить как токен этого проекта это хорошо выстрелит я буду делать обзоры этого проекта он децентрализованный команда которая его создала она не показывается потому что в общем в этом нет необходимости она работает само по себе то есть это смарт-контракт большой комгломенрат смарт-контрактов целая экосистема которая как стартанет будет работать автономно ну вот как bitcoin работает мы же не знаем кто его создал да а он сам по себе работает и цена его как видите очередной раз покоряет вершины в этом проекте где-то я видел на платформе заявлено по их оценке 216 иксов за год после старта аукциона имен что это такое акционами он и вообще откуда все это идет я сейчас попробую вам объяснить я нашел в проекте обзор но вернее то что почему можно делать обзор то есть слайды которые объясняют вообще суть проекта что это такое как это перевернет экономику и как это перевернет взаимоотношения людей друг с другом и в общем это решает три базовые ценности которые сейчас современном мире появились их раньше так не было как явно а вот сейчас они появились этот проект решает эти три базовые ценности в общем об этом сказано в слайдах я сейчас их прокручу вам поясню и скажу что следующее мое видео будет обзор самого сайта проекта и лаунчпада как такового как такого первого пазла этой экосистемы который создается в этом проекте проект называется трасс namespace ну что ж и пошли пошли к слайдам посмотрим что сами ну команда разработчиков видимо кто создал этот проект хотят нам этим самым сказать да я сам этот проект обнаружил достаточно давно может быть где-то два два с половиной месяца назад принес его мне в клювике очень хороший знакомый не буду сейчас называть имени у меня как бы не уполномачивал вот человек который ну поверьте мне разбирается и с тем что такое искусственный интеллект и с тем что такое крипто сообщество крипта как таковая и цифровая экономика вот очень такой толковый разбирающийся человек он что-то такое сырое или непонятное мне бы не принес не рекомендовал бы что еще здесь приятно мне как человеку который сетевого бизнеса как 30 лет я этим занимаюсь тем что здесь есть элемент этого сетевого бизнеса то есть здесь выплата идет по семи поколениям на токенах и по 8 поколениям на самом имени ну так то что я сейчас вам сказал может быть выглядело сумбурно сейчас мы с вами со всем этим и будем разбираться поехали так trust namespace доверительное пространство имен если буквально переводить собственно так оно и есть и этот проект настолько прост и вообще лежит на поверхности то что он предлагает что знаете как говорят что если ты хочешь что-то очень хорошо спрятать положи это на самое видное место вот поэтому своей простотой он гениален но реализовать его не так то просто чисто технически ну не только технически вы поймете я думаю сегодня в процессе слайдов и так у этого проекта есть действительно все основания считаться самым крутым крипто проектом 2024 года сейчас у нас бычий рынок интерес к сфере криптовалют сейчас повышенный поэтому время для развития проекта так совпало или так придумали я не знаю очень подходящее и исходя из этого все возможности для роста этого проекта сильного они есть а если для роста сильные возможности есть значит и есть возможности для заработка гораздо большего чем это может дать биток биток уже стоит достаточно дорого много и поэтому как бы сильно уж иксов от него ждать не приходится может быть там 300 600 процентов годовых да но никак не там тысячу или больше тысячи так если мы говорим о крипто активе биткоинов кроме того за этим проектом трассным space есть действительно базовое удовлетворение базовых потребностей человека а это говорит о том что это не просто там какой-то альткоин или какой-то там проектик выходит на рынок это проходит на рынок целое проектище который остается нам с нами надолго на не только этот сезон бычего рынка но и на много сезонов бычих рынков если вообще не навсегда и так три базовые потребности которые удовлетворяет этот проект первое защита от подделок искусственного интеллекта это сейчас прям номер один этот трендище но я сейчас об этом еще буду говорить подробнее потому что об этом есть слайды отдельно пока так в целом давайте обзор на какие есть потребности защита цифровой собственности это то опять же что чего раньше не было еще каких-то лет там 10-20 назад по самого понятия цифровой собственности его как такового базового не существовало и защищать как бы было нечего особо и защита социальных связей ну сетевой бизнес решает эту проблему достаточно успешно достаточно давно но дело в том что такого чтобы найти какой-то сетевой проект который был бы на всю жизнь где твои социальные связи были бы закреплены на всю жизнь но такого я за свои 30 лет в сетевом бизнесе откровенно скажем не встречал вот а этот проект он не претенд он не совсем такой вот как млм да он не совсем сетевой поэтому он вполне может прожить и 50 и 70 а то и вообще вечность лет вот итак давайте разбираться с этими потребностями пройдем от большого к частному и потом уже поскольку мы с этим разберемся будем говорить как по конкретикам этого проекта и так первое подделки искусственного интеллекта может быть кто-то это еще недооценивает но я как футуровок в этом разбираюсь достаточно хорошо кстати у меня есть канал посвященный книги неосферы 2069 где прям очень много всевозможных новостей по поводу искусственного интеллекта развития этой сферы и о технологиях развитие технологий как таковых так что подписывайтесь я наверно ссылочку дам внизу и будете читать и будете хотя бы ну представлять себе что же это за опасности кстати хочу сказать что книгу неосфера 2069 но я как автор конечно куда я денусь буду рекламировать но я вам так чисто по-дружески советую и прочитать хотя бы для того чтобы вы разбирались в проекте тнс потому что он реально приближает будущее но те кто не очень понимает не очень в тренде не очень следит за тенденциями может особо и не понять своевременность этого проекта вот поэтому прочитав книгу это роман он достаточно увлекательный и интересно читать я надеюсь вы вообще поймете насколько в точку и в жилу вообще развивается проект тнс и насколько он в кассу предлагает сейчас нам то что он предлагает так вот уже сейчас искусственный интеллект может сгенерировать достаточно правдоподобные картинки и вы наверное видели на просторах интернета всевозможных политических деятелей которые что-то говорят то что они на самом деле возможно и не говорили это просто дипфейк так называемый вот вы просто представьте себе что вам звонит ну например как здесь написано дочь из полиции просит срочно перевести денег чтобы ее выпустили звонит по видеосвязи понимаете ваша дочь и не поддастся на это искушение перевести денег пусть даже на чужую карту пусть даже нас чужого телефона звонит но очень сложно но потому что такого вы еще не встречали этот дипфейк понимаете вот или звонит истекающей кровью ваш брат например по видео и просит срочно приехать куда-то а куда-то куда вы приедете ну это может быть либо розыгрыш либо там будет какая-то подстава куда вы приедете понимаете количество случаев мошенничества совершенного с помощью искусственного интеллекта во всем мире увеличилась в двадцать третьем году только в тридцать один раз это три тысячи сто процентов то есть этого все будет больше и больше в нашей жизни и если вы с этим еще не сталкивались то просто возьмите статистику и вы увидите что просто случаев мошенничества воровства денег с помощью искусственного интеллекта очень много в двадцать третьем году появилась чего не было вообще раньше вот смотрите картинка здесь такая видите три марка цукерберга и очень похоже на правдивую фотографию а теперь представьте что это будет видео изображение это все очень легко сейчас генерируется искусственным интеллектом но проект разным space позволяет защититься от этих подделок благодаря институту репутации от разным space вы всегда знаете кто именно создал тот или иной контент кто именно вам сейчас звонит и кого какова история работы этого контрагента который вам сейчас звонит представьте что вам сейчас кто-то вот звонит из тех примеров скажем которые я привел только что но вы в моменте звонка уже видите кто это такой кто стоит за созданием этого видеоконтента и какая у него репутацию получается ваш не вас невозможно обмануть то есть вам конечно же будут поступать все эти видеозвонки но вы понимаете сразу всю информацию о контрагенте включая его репутацию которая открыта и доступна вам непосредственно во время взаимодействия то есть вас обмануть невозможно становится конечно же это не в моменте это не сегодня будет работать но чем больше вы будете пользоваться этой платформой тем больше будет контента верифицированного этой платформы тем больше соответственно вы будете жить в том мире в котором вас невозможно обмануть я об этом очень многое подробно написал в книге неосфера 2069 вообще как жить в том мире в котором все про всех известно так скажем да вот это не что-то такое невообразимое это мир который гораздо более благостен чем сейчас но к этому надо еще прийти отсутствие реальной собственности это то что сейчас действительно является потребностью базовой потребностью второй базовой потребностью который представлен на этих слайдах человечество ваш видеоконтент когда вы выкладываете на какую-то платформу он уже как бы становится не особо и ваш аудиоконтент домены вот у меня есть несколько доменных имен но они нет не принадлежат я постоянно плачу за аренду этих доменных имен каждый год я их пролонгирую их в общем почему-то велению сердца можно отключить и все ваши профили в соцсетях принадлежат ли вам я помню меня заблокировал ну не буду сейчас называть кто одна из соцсетей а там извините было пять тысяч подписчиков и там ну в общем я неплохо монетизировал это аккаунт просто заблокировали даже не объяснили почему я ничего такого не делал я даже не понимаю почему заблокировали но это происходит и все и вы это теряете соответственно это не ваша собственность логины которые вы создаете документы которые вы создаете ваша цифровая подпись принадлежит ли вам большой вопрос сейчас вот нам на слайдах прям даже отвечает на этот вопрос это вам не принадлежит а является собственностью например даже если у вас есть там не знаю там 100 долларовая купюра это не ваша 100 долларовая купюра она принадлежит государству который вы имитировала у вас есть кредитная карточка это не ваша кредитная карточка это собственность банка вот ваши логин это собственность корпорации ваши доменные имена, это собственность провайдеров, ну и так далее, и так далее, и так далее. Пришло время переходить к институту настоящей собственности, а не просто декларации каких-то про частную собственность, которые давно стали выхолощены, эти декларации. Цифровая собственность вошла в нашу жизнь достаточно прочно, мы подписываем какие-то бумажки о том, что сбор данных о вас может как-то использоваться, вы даете этому право или не даете этому право, и так далее. Ваше цифровое имя принадлежит вам и только вам в проекте DNS. Нет главенствующего института, который может отнять вашу собственность, потому что технология блокчейн, она обеспечивает ваши права на сто процентов и гарантирует сохранность этой собственности. Кроме того, чем еще отличается технология блокчейн, там нет какого-то дяденьки или какого-то человека сильного мира сего, который диктует то, как он распоряжается этой вашей как будто бы собственностью. Ну вот то, о чем я только что сказал, ваш аватар могут просто заблокировать какие-то корпорации и так далее. А в технологии блокчейн все распределено, все в смарт-контрактах, соответственно, все исполняется автоматически и некому отнимать просто вашу собственность. Она изначально гарантирована технологией блокчейн. И это очень важно. Мы этим и пользуемся в этом проекте. Теперь третий кит потребностей современного человека это то, что вот вы создаете какие-то социальные связи. Ваши друзья, ваши коллеги, ваша какая-то репутация, ну она же должна как-то сохраняться. И вроде как на слуху где-то как-то она сохраняется. Но когда вы переезжаете в другую страну или когда вы меняете сферу деятельности, работу, ваша репутация как бы растворяется, потому что вы выходите на круг новых людей, и они о вас ничего не знают. Вы начинаете с нуля. Именно поэтому очень многие не бросают какую-то, например, надоевшую им давно работу или сферу деятельности, просто потому что вы наработали там репутацию. И начать с нуля в какой-то новой сфере деятельности, как бы заманчиво она для вас не была сейчас, ну страшно. Потому что репутация опять с нуля начинает накапливаться. У вас много друзей, знакомых, коллег, но как-то систематизировать, монетизировать эти социальные богатства порой невозможно. И вот этот проект, он решает эту проблему. Ваши друзья, коллеги и знакомые остаются в прошлом. Это без этого проекта. Вы с новыми людьми, когда знакомитесь, вы несете определенные риски, потому что вы не знаете кто этот человек. Поэтому когда вы переходите на какую-то новую деятельность, то о вас не знают ничего. И, соответственно, они побаиваются немножко своими связывать какую-то, как свою судьбу или какие-то деловые связи выстраивать. Так же, как и вы побаиваетесь в новой сфере с новыми незнакомыми людьми выстраивать эти отношения. Определение надежности новых партнеров является достаточно сложной задачей. И как это все понять, кто чего стоит в новой сфере, в которой вы еще не разобрались, например, где вас легко, может быть, обмануть. Вот эти проблемы и решает этот проект. За счет чего? Каким образом? Защита социальных связей. В момент знакомства человека с платформой, по вашей рекомендации, система всегда запоминает эту социальную связь. То есть, вы, когда знакомите какого-то человека с этой платформой, как это здесь сказано, я бы сказал, с проектом, с этой сферой, да, которая предлагает этот проект, то платформа навсегда запоминает, что именно вы познакомили человека нового с этой платформой и вознаграждает вас за это сторицей. То есть, это такая система продвижения. И таким образом начинает строиться ваш социальный капитал. Просто потому, что вы помогаете этой платформе развиваться. Вы привлекаете новых членов, новых участников, сотрудников этой платформы. Таким образом, ваши друзья всегда остаются с вами. Технология TransNameSpace запоминает ваши связи, они навсегда остаются вашими. ТНС автоматически монетизирует любую материальную активность, которую производят ваши друзья, коллеги и знакомые. Всегда. То есть, когда вы рекомендуете познакомиться с вашей платформой, платформа запрашивает у человека, через какое имя эта платформа стала ему знакомой, прорекламирована была. И этому имени, через которого пришел новый человек, всегда платформа благодарна непосредственно в виде материальной благодарности. Потому что здесь уже система MLM включается, потому что система помнит, от кого пришел новый человек. И с любой его новой материальной активности часть процентов отчисляется на поощрение того, через кого он пришел. Это очень простой принцип, который в MLM реализован уже, я не знаю сколько, лет 80, наверное, как. Что мы делаем? Чтобы избежать нежелательного направления развития технологий, вводится стандарт репутации и проверки информации TrustNameSpace. Это новый правдивый интернет. Следующее поколение цифрового пространства человечества. Это то, что я в книге назвал блокчейн-нетом. Это еще пока не неосфера, потому что неосфера это уже следующий этап, это следующий виток, это уже искусственный интеллект нового блокчейн-нета. Но пока это следующий этап, который я назвал в книге блокчейн-нет. То есть, интернет, где вся информация проверена, а не просто раскинута, как мусор, с кучей фейков и подделок. Прикоснись к будущему. Стань участником экономики, основанной на принципиально иных принципах обеспечения прав и свобод. Это то, что через сколько-то лет, ну может быть через десяток лет, может быть это не так быстро войдет в нашу сферу, но кто первый, у того и все сливки, понимаете же. Будет привычно людям. Сейчас мы говорим это о том, что это принципиально новые иные принципы обеспечения прав и свобод. Но реально, мы на самом деле, я думаю с этим сложно спорить, находимся на пороге того, когда новое приходит в нашу жизнь. Это новое, конечно же, пробивает себе дорогу нелегким путем, но любое старое, оно никогда добровольно не отдаст бороды правления новому. Поэтому мы сейчас переживаем эту трансформацию, которая проходит болезненно. Это не может не пройти безболезненно, понимаете. Вот, несколько лет перетрубаться и мы будем жить уже в новом мире. И вот эта технология, она уже из этого нового мира, поэтому лучше ее познать, приспособиться к ней, понять ее, использовать ее уже сейчас, чем тогда, когда уже этим будут пользоваться все. Поэтому станьте владельцем токена true и это фактически true, это правда, это истина. Ну, наверное, все-таки правда в переводе с английского, но мы бы назвали это истиной, то есть правдивость. Вот, станьте владельцем этого токена и приобщитесь таким образом к этой индустрии, к этому проекту. Что такое Trust Name Space? Ну вот символ Trust Name Space, это щит. Щит, между прочим, в нем проглядывается буковка true, да. Это такой символ, который говорит о защите ваших данных, о защите вас как таковых, как человека в новую цифровую эпоху. Сердечко, это знак как бы лайка, ну, как будто вам что-то нравится, вы лайкаете это, да. Галочка, это как что-то совершенное, сделанное, обеспеченное и символ палец вверх. Это то, чему вы рады, чему вы способствуете, то, что вы одобряете. Итак, что это такое? Это экосистема сервисов, то есть, как вы видите, это много сервисов, да, которые будут запущены на платформе в будущем все больше и больше, завязанные в одну экосистему, которые объединены едиными подходами открытости и репутационности. Каждый из этих сервисов основан на возможности подтверждать свои действия и договоренности с другими людьми своим цифровым именем. Ключевой элемент этой новой экономики доверия, это имена. Я вот об этом говорил раньше, теперь об этом мы будем говорить более подробно. Имя приобретает широкую функциональность, и главное, накапливает на себе доверие и репутацию, позволяет подписывать смарт-контракты, выступать гарантом и многое другое. То есть, смотрите, в цифровой экономике это все очень актуально, вот то, что здесь перечислено. Но смотрите, опять же, я писал об этом в книге, вот когда-то мы дали имена всему, что мы видим вокруг себя, всему окружающему миру. Меня зовут Алексей, да, вот это, например, окно, вот окно, да, вот эта стена, вот эта арка, то есть мы всему дали имя, вот это нос, вот это волос, вот это ухо, мы все облекли в какое-то имя. Но это обличение, оно почти нулевое в цифровом мире. В цифровом мире мы тоже должны дать всему имена, заново. Все человечество сейчас переезжает в этот цифровой мир, понимаете? Но там еще пока ни у кого нет никаких имен. Есть только подобие имен. И вот этот проект, который действительно дает возможность всему дать свои наименования в реальном виде. И таким образом можно сказать, что основное определение Trust Name Space это доверительное пространство имен. Вот это как бы основное, основной посыл этого проекта. Как это работает? Теперь давайте разбираться по конкретике. Итак, создаются инфраструктура смарт-контрактов, где нет какого-либо центра управления, децентрализации, то, о чем я говорил. И каждый из нас, независимо от сложившихся государств, правил и устоев, создает свою репутацию на каждом из приобретенных имен. То есть смотрите, уже здесь сказано, что каждый человек может приобрести несколько имен. Точно так же, как и у нас в обычной жизни, мы же можем иметь как бы своих несколько ипостасей. В каждом есть и бог, и дьявол, да? И мы можем проявляться разными сторонами для разных людей в разных ситуациях и себя узнавать с разных сторон. Понимаете? И исходя из этой данности, которая есть в мире, точно то же самое сделал и этот проект. То есть вы можете покупать несколько имен. Его выступать получается в нескольких ипостасях. То есть это не то, что если вы испортили репутацию, все вы ее испортили навсегда. Вы можете купить новое имя и начать накапливать на нем новую репутацию. Или вы можете, если вы крутой, и вы можете сразу купить там три имени, и у каждого из них будет своя репутация. И выступать от этих имен одновременно или по очереди, как пожелаете. Вот этот символ означает децентрализацию. То есть как бы, несмотря на то, что Т и вот этот щит, он в центре находится, на самом деле он же децентрализованный проект. За нем нет какого-то конкретного человека. Поэтому все имена крутятся вокруг него на равноправных основах. То есть это все децентрализованная история. Каждый человек может свободно ознакомиться с уровнем вашего доверия и репутации. И вы то же самое можете сделать с этим человеком. То есть в пространстве ТНС все знают друг от друга все. Смарт-контракты автоматически идентифицируют владельца через имени, через кошелек. И это позволяет эффективно сотрудничать друг с другом без каких-либо посредничеств. Какого-то государства или каких-то институтов. Полностью понимая и оценивая риски и выгоды такого взаимодействия. То есть вы сами на горизонтальных связях можете вступать в какие-то отношения с другими людьми с помощью этих имен. Обезопасивая себя от рисков. Такой риторический вопрос. Не новый ли биткоин появился сейчас в виде этого проекта? Возможно. Proof-of-work это то, как генерируется биткоин. Это работает до сих пор. Сжигает куча электричества. Это некий алгоритм, который каждый раз должен угадывать ваш компьютер, тратя при этом огромное количество энергии электрической. Proof-of-stake это когда вы замораживаете на самом аккаунте больше денег и таким образом вы выступаете, ну доказываете свою репутацию деньгами. Не работой вашего процессора или вашего, я не знаю там майнингового центра, а деньгами. То есть чем больше вы денег заморозили, тем больше как бы у вас вес в сообществе. В цифровом мире сейчас с этим проектом ТНС вводится новый стандарт. Proof-of-reputation. То есть доказательство репутации. Технологии мира криптовалют приходят к нам в повседневную жизнь через институт репутации теперь. Ну вот в этом абзаце кратко написано то, что я только что сказал. Итак, токен. Как всегда, естественно, у любого криптопроекта есть какой-то свой токен, который, ну как правило, является кровью системы, без которого трудно в этой системе прожить. Его всегда надо на каждом шагу использовать. То же самое есть и у ТНС. В работе с системой смарт-контрактов ТНС используется токен ТРУ. Ну или как ее еще называют монета, коин, да. Ссылку для приобретения этого токена можно взять у того человека, которому он отправил эту презентацию. Каждый день на пресейле цена этого токена повышается на один цент. Пользуясь возможностью, можно купить этот токен именно сейчас на пресейле. То есть не тогда, как он будет залистен на бирже по какой-то более высокой цене. Старт будет на бирже с доллара. Сейчас он продается за пол доллара. И я пока не видел нигде информации с какого числа, но в марте его цена начнет повышаться на один цент каждый день. Таким образом, за 50 дней он повысится на 50 центов и будет стоить целый доллар. По этой же цене он будет выпущен на бирже. Поэтому уже на время пресейла можно заработать в два раза, считайте, на этом токене. То есть за 50 дней. Вот так. Ну и для тех, кто не знает, что такое токен, вот здесь написано в абзаце рядом, что это такое просто поставьте на паузу и прочитайте. Как работает система, что касаемо токена. Приобретая токен True технически, вы становитесь обладателем актива, который необходим для всех операций в экосистеме TNS. Это дефляционный токен, то есть его цена все время повышается. То есть он не дешевеет, а дорожает со временем. Поэтому дефляция. При запуске аукциона имен вы обмениваете токеном на любое выбранное имя. То есть в этом слайде мы понимаем, что когда-то будет запущен аукцион имен. И он будет запущен, этот аукцион, во втором квартале, как заявляет команда, во втором квартале 24 года. Поэтому, когда будет запущен аукцион и будут покупаться имена, а имена покупаются за токен, то соответственно этот токен будет прям резко востребован сразу. Ваше имя в пространстве Trust Namespace это аналог адреса криптокошелька. То есть фактически вместо криптокошелька, вы знаете, это много-много набор такой цифр и букв, все криптокошельки, это такая билиберда, его невозможно запомнить даже. Так вот, TNS предлагает гениальное простое решение. Просто имя. Ну, как логин, его же невозможно повторить в какой-то системе. Соответственно, если вы берете себе имя, Вася, Петя, не знаю, Диван, Дания, Швейцария, как хотите, да, то на это имя всегда и будут причислять деньги. Вам достаточно сказать отправь денег Васе, все. Это очень просто. Это без всяких каких-то копирований копирований и вставлений вот этих вот длинных символов. Ну, гениальное решение просто, я считаю. В декабре 23 года, по статистике, было открыто криптокошельков уже 580 миллионов. То есть из 8 миллиардов жителей Земли уже, считайте, 1,16 часть людей уже воспользовались и знают, что такое криптокошелек. И это в 5 раз больше, чем 3-мя годами раньше. А это был не бычий рынок. Это был рынок, когда интерес к криптовалюте был так себе. И тем не менее, в 5 раз больше криптокошельков стало за 3 года. Вот за это как бы холодное время. А сейчас их открывают больше, больше и больше, потому что цена биткоина сильно растет, а льтов тоже. Поэтому интерес повышается. Теперь про имя. Имя – это универсальный идентификатор, на котором хранится все самое важное, что необходимо знать окружающим людям. Заметьте, что необходимо знать окружающим людям. То есть получается то, что вы можете этим людям показать, то, что считаете нужным. Это хранилище вашей репутации, токенов, деловых транзакций. Это аналог физического имени, но в цифровом пространстве. Ну да, мы же получаем, пожалуй, надо признаться, паспорт, где удостоверяется ваша личность, ваше имя, правильно? Вот как вас мама назвала, вы же получаете сначала свидетельство о рождении, потом паспорт. И по идее, когда сейчас человечество переселяется в цифровую экономику, вы же тоже должны как-то приобретать это имя в цифровом мире. И оно тоже должно иметь какую-то соответствующую цифровую функциональность. И главное, пожалуй, это накапливать на себе доверие и репутацию. Вот то, о чем я сказал выше, чтобы когда вы переходите на какую-то новую сферу деятельности, чтобы ваша репутация и доверие к вашему имени, она переходила вместе с вами, чтобы вам не было так страшно за новый вид деятельности, понимаете? И это имя, оно позволяет подписывать смарт-контракты, выступать гарантом и много-много другого. Что такое аукционное инон, о котором я сказал чуть-чуть раньше? Аукцион стартует во втором квартале, вот отсюда я и узнал этот срок. Из этих слайдов я же их сначала посмотрел, прежде чем вам презентовать. Для участия в этом аукционе необходимо указать имя рекомендателя. То, о чем я тоже говорил. То есть, когда вы хотите купить какое-то имя, вы должны указать, через кого вы вообще узнали об этой платформе. И таким образом, тот, через кого вы это узнали, он повысит свою репутацию. Это очень важно. И вы тоже самое можете делать. Вы сами назначаете стартовую цену, выбранную вами имени в токенах. Ну, например, вы выбрали имя Вася. И вы говорите, что он будет стоить там 10 токенов. Вы готовы токенов true отдать 10 штук целых за это имя. И как обычно на аукционе, если никто ваше имя не перекупит за 11, 12, 15 токенов, то вы к моменту конца аукциона, соответственно, становитесь владельцем этого токена. Вот о чем здесь, собственно говоря, и сказано. Купленное имя навсегда становится вашей собственностью. То есть, его уже нельзя потерять. Вы его можете продать, ну, как собственностью, да, передать его по наследству и так далее. Но у вас его никто не может отобрать. И вы его не каждый год оплачиваете и арендуете у кого-то. Это ваша собственность. И это гарантирует вам блокчейн. Ну, и здесь справа указано примерно, как может выглядеть в будущем. Ну, это, конечно, очень упрощенно. Я думаю, как функционала будет гораздо проще. Но, тем не менее, интерфейс будет достаточно таким привлекательным и свободным для того, чтобы любая баба Маша могла понять, сколько у вас там имени, какая репутация, сколько токенов на имени и так далее, и так далее. Вот о чем я говорю сейчас. Это как раз надежность и простота. Вот так может тоже выглядеть привязка, например, к соцсетям у имени. Она тоже существует в этом проекте. То есть, за именем при вашем желании может скрываться ваше реальное лицо. И вы можете, привязав соцсети к имени, обозначить, что это действительно вы. Длинный набор символов крипткошелька, о чем я говорил, заменяется на простое короткое имя. Это имя покупается на аукционе. На имени накапливается репутация и цифровые активы, как к крипткошельке. К имени привязываются соцсети, как здесь показано справа. Ни на каком этапе не требуется сдача биометрических данных. Вот это я бы, пожалуй, подчеркнул отдельно. Смотрите. Ваше тело продолжает быть вашей собственностью. Вы не обязаны здесь, в этом проекте, сдавать какую-либо биометрию. Там, радужку глаза или отпечаток пальца и так далее. И это очень важно. Это как раз тот самый компромисс, на который готовы действительно пойти все. Потому что из-за этой биометрии многие люди, которые привержены старым взглядом, которые цепляются за старый и так далее, они не идут в эти проекты, потому что боятся этой самой биометрии. Этот проект этого не требует. Это очень важно. Предназначение имени. Ну, видите, вы можете... Send True, да? То есть вы можете посылать... True это что у нас? Токен, да? Вы можете с помощью имени посылать свои токены. То есть просто переводить активы с одного имени на другое. Фактически это криптокошелек, который делает перевод токенов с одного на другой криптокошелек. То есть отправка цифрового актива, ведь можно же хранить не только токены True, но и другие токены. Вы можете просто с имя на имя перекидывать токены. Переводы денег в будущем – это будет элементарнейшая задача, и эта элементарнейшая задача находится в воплощении уже в этом проекте. И также вы можете подписывать документы. Видите, что здесь сказано? Давайте посмотрим, что написал об этом сам проект. Представляться можно с помощью имени. Еще бы. Я Вася. Подписывать документы можно с вашим именем. Платить проектом. Авторизовываться на сайтах. Заверять документы. Проводить сделки. И так далее, и так далее. На имени автоматически фиксируются создаваемые вами в социальной связи. А это, в свою очередь, повышает вашу репутацию. То есть кто-то может зайти на ваше имя, посмотреть, сколько у вас социальных связей, какие у вас сети, сколько людей зашло на платформу благодаря вам. А ведь это же не только одноуровневая система. Когда ваши люди, каких-то своих людей знакомят с проектом, это же все ваша репутация. Это увеличение вашей репутации не только в первом поколении, но и во втором, в третьем и так далее. Во всех поколениях. Это очень важно. Здесь есть, естественно, бонусная программа. Как видите, справа здесь указано как бы поколение символически. Name сверху. Это, например, вы. Чуть ниже. 35% это ваш знакомый. Еще ниже это его знакомый. 10% вам от этого достается. Дальше 7%. Дальше еще 7-7-7-7. И на, каком это получается, восьмом поколении 5%. Вот такая здесь бонусная программа. То есть получается, что 85% стоимости любого имени, который покупается на аукционе, распределяется по 8 поколениям, по 8 социальным цепочкам вверх. То есть получается, что вы, вам достается 35% от стоимости имени человека, который приглашен непосредственно вами. Получается, что 35 умножить на 3 это уже 105. То есть 3 человека вам окупают затраты на ваше собственное имя. Ну, понятно, что если это имена примерно такой же стоимости. Потому что если вы, например, будете покупать имя Дубай, скажем, то я представляю, оно может стоить баснословных денег, потому что кто-то просто из шейхов решит у вас его перекупить. Ну, это просто к примеру. Так вот, чтобы вам окупить имя Дубай, если вы вдруг окажетесь его владельцем, то вам нужно продавать похожие имена, то есть, например, имя Австралии или имя там Саудия, скажем, что-то такое, да, что по стоимости будет примерно таким же. Вы получаете бонусы в размере от 5 с 8 поколения до 35 с 1 поколения за любую активность, выстроенную вам из сообщества всю жизнь. Вот что важно подчеркнуть. То есть, если запускается какой-то новый проект, или человек будет делать какую-то новую покупку не только имени, а чего-либо еще в будущем, или еще одно имя себе купит, то вы будете получать, опять же, те самые проценты, которые здесь обозначены. То есть, всю жизнь с какой-то активности. Но на предпродаже токена действует другая бонусная система, бонусная программа. Видимо, на лаунчпаде будет действовать всегда такая бонусная система, которая сейчас предлагается. Это 7 уровней. Там разные проценты. 8, 4, 2, 1, 1, 1. Там такие проценты на пресейле токена. И там еще действует 4 пула. Пулы считаются с бесконечного количества поколений. Их всего 4. Но я сейчас об этом не буду говорить. Позже буду говорить, когда буду делать обзор по маркетингу именно предпродажи токена. Вирусное распространение, на мой взгляд, как профессионала сетевика, здесь гарантируется просто тем, что 85% отдается в сеть. Это очень много. И за такими проектами, в общем, сетевики гоняются днем с огнем. Очень большое количество денег отдается обратно. Модель таким образом социально ориентирована. Почти все получаемые с продажи имен средства возвращаются обратно людям. Ну, те самые 85%. Каждый человек создает сообщество, которое закрепляется за ним на все проекты, которые будут запускаться в экосистеме ТНС. Это важно. То есть это один раз, а на всю жизнь. Стабильная работа децентрализованной системы смарт-контрактов это обеспечивает в полной мере то, что это будет на всю жизнь. Технически исключено какое-либо негативное влияние человеческого фактора. Именно в негативном смысле здесь имеется в виду человеческий фактор. То есть все работает смарт-контрактами, автоматизированным. Цена токена True, на мой взгляд, будет только повышаться. Листинг токена планируется во время запуска аукциона имен. Я об этом говорил, одновременно это будет сделано. 10% токенов от каждого купленного имени сжигается. То есть 85% уходит в сообщество, распределяется по маркетингу. И 10% сжигается, и 5% остается команде, видимо. Здесь этого не написано. Но я так подозреваю. Все, что недовыплачивается до 85%, так называемый, по-английски это называется breakage, эти недовыплаты идут в TNS Foundation для развития коллаборации системы TNS не только с частными лицами, которыми мы с вами являемся, но и крупными компаниями, корпорациями, криптопроектами. Приоритеты инвестирования определяются путем голосования и держатель токена True. То есть, как видите, здесь так называемое DAO, получается, децентрализованное сообщество. Если у нас есть голосование, то есть и право голоса. То есть, я так и подозреваю, что чем больше токенов True у вас находится, тем больше репутация, тем больше ваш голос будет услышан при каких-либо голосованиях здесь. Токен выгоднее обменивать на имя, чем продавать. Его выгоднее использовать в экосистеме TNS, держать, холдить, чтобы репутация была выше, чем продавать. И этим обеспечено то, что он не будет скинут теми, кто его понакупал, когда будет листинг. Соответственно, это гарантирует стабильность цены и ее повышение. При листинге на биржах токены будут востребованы для покупки имен. Ведь это же происходит одновременно и листинг, и аукцион имен. А чтобы на аукционе участвовать, необходимо купить токен. Поэтому его будут больше покупать, чем продавать. Понимаете? Потому что имена будут востребованы. Имен могут быть миллиарды, потому что каждый может приобрести себе не только одно имя, но и хоть десяток, пожалуй, сколько угодно. Можно, кстати говоря, покупать имя чисто для того, чтобы его потом продать. Потому что если вы, например, купили имя коврик, и есть какая-нибудь компания, которая продает коврики, то эта компания с удовольствием выйдет на вас и захочет у вас это имя приобрести в будущем, когда чухнется, когда все поймут, что пора приобретать свои имена в этой системе. Вот так. Поэтому имен действительно могут быть миллиарды, а на покупку каждого имени нужен токен. Поэтому токен будет востребован всегда. Кстати, у него после запятой всего выпускается, по-моему, 50 миллионов токенов. Они все входят в экосистему в течение 7 лет, если я не ошибаюсь, или до 27-го года. И таким образом, если будут миллиарды имен, то токенов не миллиарды, а всего лишь 50 миллионов. Решено это очень просто, как у биткоина. После запятой у этого токена то ли 8, то ли 10 нулей после запятой. То есть очень много. Поэтому сначала мы с вами будем покупать токенами, а потом десятками, сотнями токенов и так далее расплачиваться. Вот что значит дефляционный токен. Ну что, друзья, я уже очень сильно задерживаю ваше внимание. Долго получилось, но я только учусь. И вообще я, наверное, первый, кто делает обзор по этому проекту, по этой компании. Я думаю, что этих обзоров будет больше и больше. Спасибо вам за внимание. Делитесь этим обзором. Отправляйте эту видеопрезентацию всем заинтересованным лицам. Отправляйте ее в том числе и в виде PDF-ки. И отправляйте, конечно же, вместе со своей реферальной ссылкой на сайт пресейла. Это лаунчпада. Одного из проектов, который входит в экосистему TrustNameSpace. Спасибо, друзья, еще раз за внимание. Всего доброго. С вами был на этом обзоре Алексей Хохлатов. И смотрите мои следующие обзоры, которые я скоро запишу. Кстати, я уже выпустил обзор по работе лаунчпада, по выводу прибыли оттуда. Потому что я уже там какое-то количество времени нахожусь. Уже получил там реферальные начисления. Я показываю, как они выводятся. И в скором времени запишу обзор вообще как такового сайта и системы, как она работает. Так что заходите, смотрите еще. Всего доброго. С вами был я.